Кролики в клетках, куры и лошадь. Сельская идиллия, ничего особенного. Конечно, если не знать, что фермеры по совместительству, по призванию спасатели. Обо всей этой живности в свободное от работы время заботятся сотрудники поисково-спасательной группы села Октябрьский Комсомольского района. В 2007 году было принято решение создать эту группу только лишь потому, что данный населенный пункт полностью окружен торфяниками. И основная угроза населенного пункта была это пожары, торфяные пожары. Для усиления местной федеральной пожарной части был сформирован данный отряд, который по сей день несет службу на пожарной безопасности нашего района. Идея завести на базе спасательного центра подсобное хозяйство родилась из необходимости. Огненным летом 2010-го, когда в округе полыхали леса, в помощь местным спасателям прислали курсантов института МЧС. Чтобы прокормить молодежь, завели несколько куриц. А потом не смогли расстаться с питомцами. Вскоре появились кролики. Но главная среди этого зверинца – кобыла-графиня. Глаша, как ласково зовут ее спасатели. Она уже давно перешла из питомцев в ранг коллег. Она для поисков, это работа предназначена. Две загорания пожарные участки. И на ней объезжаем, на транспорт не проедем, а на ней можно свободно подъехать, обнаружить натяги и доложить пожарную часть, чтобы прибыли для пожаротушения. О графине заботится Виктор. Да так, будто она и впрямь голубых кровей. Расчесывание, прогулки ежедневно. Потому Виктора Глаша любит больше других. Подход, наверное, имею я к ней, к этим животным. У меня с детства, я из сельской местности, и раньше постоянно с лошадьми. Но есть еще одна сторона жизни графини, где она – рабочая лошадка. Пожароопасный период. Кобылы ежедневно вместе со спасателями патрулируют местные леса. Может довезти пожарные рукава, куда не проедет машина. Ее рабочий день не нормирован. Оперативная группа получает задачу на разводе, определяется маршрут движения спасателей и лошади. И они направляются. Глаша, как истинная леди, очень любит внимание и сладости. После тяжелого рабочего дня Виктор всегда угощает подопечную карамелькой. Есть у спасателей и приходящие подопечные. Местные школьники частенько наведываются в гости. Сотрудники всегда показывают технику, необходимую для тушения пожаров и работы на местах происшествий. Даже учат с ней обращаться. О профессии спасателей школьники уже знают немало. Достойная смена растет. Умеют и узлы вязать, и с пожарными рукавами обращаться. Ну и, конечно, о правилах безопасного поведения знают. Могут грамотно оказать помощь попавшим в беду. Если маленький пожар, то можно затушить. А если большой, то нужно бежать в пожарку и позвонить. А если человек тонет, то когда лед, например, поползти на него к животу вместе с палкой, притянуть палку. А если летом, когда он тонет, то нужно именно схватить его правильно, чтобы он не пытался тебя утопить. Животные и дети – это только хобби спасателей. Подсобное хозяйство исключительно в свободное от работы время. Гости – только если нет пожароопасной обстановки. Подведомственная территория непростая. Здесь огромные площади торфянников. Нужен постоянный контроль. Отвлекаться нельзя. У поисково-спасательной группы Октябрьского есть даже свой герб. Вот он. Эту поделку спасателям подарил их коллега. В шутку. Теперь это не только символ подразделения, но и талисман на удачу, без которой в их деле никуда. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново, Комсомольский район.